здравствуйте уважаемые радиослушатели мне привычно хотелось бы сказать доброе утро но сегодня мы выходим днем сегодня бизнес завтрак на радио медиа метрикс выходит днем по одной простой причине что мы специально перенесли наше время для того чтобы познакомить вас с очень интересным и удивительным человеком в нашей студии алексей пшеничник алексей привет добрый день спасибо тебе большое и вот ты выдержал свои обещания напомнив место когда ты будешь среду в москве обязательно написать и вот благодаря этому так все срослось я представлю алексей алексей основатель и генеральный директор сети спортивных магазинов высшая линия как тебе вообще пришла идея открыть бизнес связанный со спортом 23 года назад мало кому приходили идеи большинство хотели выжить заработать своей семье на хоть какие-то деньги на существование ну и вы какую-то реализовать свою мечту конечно спорт в моей жизни присутствовал еще в подростковом периоде я занимался современным пятиборьем и первое мое образование как раз спортивная и потому наверное естественным образом для меня было думая о том где зарабатывать деньги идти не в строительство или не в продажу там чего-то другого а какое-то было связано со спортом особенно учитывая то что для для нас тех кто занимался спортом такие там бренды как adidas там это было что-то естественное и когда у меня появилась возможность импортировать в россию этот продукт то вот наверное это с этого все началось ты знаешь я кстати буквально вчера ехал и вспоминал о том что действительно ведь ты предприниматель той самой настоящей первой волны то есть именно настоящий предприниматель бизнес которого больше двадцати лет сейчас рассматривая ретроспективу ведь мы стараемся делать нашу программу для предпринимателей собственников для генеральных директоров и в том числе для людей которые хотят открыть свой бизнес если ты смотришь назад на эти двадцать лет вот какие самые главные уроки для себя как предприниматель ты получил который бы ты мог поделиться которые реально могли бы помочь другим которые сейчас стоят вот в этом выборе у каждого школа своя наверно на классические школы что делать предпринимателю описаны в сотнях книгах и первое что я бы сказал во первых надо делать второе над делая надо учиться а третье надо опять делать и после того как ты опять делаешь опять учись для того чтобы сделать еще лучше а другого наверное варианта и нету второе надо еще наверное помнить что если ты делаешь длинный бизнес то ты должен понимать что ты вышел не на 100 метровку которая там через 10 секунд закончится и ты получишь золотую медаль а ты вышел на какую-то бесконечную длинную дистанцию тебе должно быть моральная не только физическая моральная выносливость долгое время терпеть для того чтобы достигнуть какого-то результата мне кажется очень важно потому что многие когда знаешь я делал интервью с максимом фалдиным основателем вики марта и вот он говорил бизнес это игра в долгую но сегодня кажется что все рушится все крушится а на самом деле вы подумаете перспективе 3-5 лет там 10 лет то казалось бы сегодняшние проблемы они вообще не имеют никакого большого значения да надо разделять слова сделка которая закончится через какой-то и бизнес и его можно посчитать в конце да и бизнес который часто связан с неизмеримыми вещами с мечтой предпринимателя основателя который в конце видит какое-то счастливое солнышко и его значительно сложнее переложить клипки пиай на сегодняшнего дня бизнес это люди потому что но ты это безусловно ты монстр в этом смысле там глыба а вот компании это люди 20 лет больше чем с 20 лет там ты занимаешься управлением людьми как никто другой знающий все сложности все проблемы связаны с людьми как их привлекать когда они уходят закрывают воруют кричат ругаются когда они радуются счастливы давай немного попробуем поговорить о том вот такие ты для себя открыл важнейшие законы в области управления персоналом а я потом уже там постараюсь это структурировать в нашу беседу об эффективности ну точно я знаю что я еще всех секретов не постиг и вряд ли постигну даже проработав сто лет потому что люди это самая не но не определенная субстанция они меняются на них влияет не только ты влияет еще много много факторов и у них не меняются интересы и соответственно вот постоянно надо быть на чеку быть всегда в состоянии каком-то напряжении по отношению каждую из своих людей из принципов которые я скажу и мне удалось проработать почти три года в школе я думаю что лучшее время когда и у меня появились некие навыки работать с людьми это работа со школьниками дети это те люди которые позволяют тебе ошибаться они быстро забывают у них нет злопамятности если ты анализируешь свои действия по отношению к третьим другим людям то ты можешь что-то подправить и исправить но это так отклонение а теперь если говорить со своими коллегами партнерами а я стараюсь что создавать среду в которой у меня работают не даже не коллеги партнеры а сподвижники и для создания этой среды первое что должно быть это полная открытость полная открытость и вера в то что ты делаешь сам многие говорят такие слова как корпоративная культура который вообще сложнее всего наверное измерить и нет такого штангель циркля который померил бы слово корпоративная культура и она начинается с самого лидера с того человека который создает бизнес и он должен свято верить в то что он делает и как он это делает у него не может быть двойных стандартов потому что люди это секут не но они иногда не могут тебе сказать что они не так не чувствуют в тебе но они точно это секут как и мы сечем когда ты заходишь человеку он говорит тебе одно ты чувствуешь она на деле совсем радио по-другому и так первое это твое отношение к самому делу второе это открытость я это делаю потому что и я считаю что в конце я достигну такого-то результата это позволяет людям видеть то же самое ну и знаете наверно у меня есть формула да не у меня это такая общепринятая формула управления людьми бери правильных людей сначала и когда я говорю бери правильных людей я думаю сначала о том что мы с этим человеком который приходит ко мне на работу по ценностям по культурным ценностям соизмеримы второе этот человек сильнее меня в каком-то направлении значит он с меня сможет подтянуть подтянуть и мне будет интересно с ним второе четко описываем что ты от него ждешь рассказывай разжевывай и чем больше у тебя будет таких инструментов когда ты сможешь свое отношение к тому или иному поведению этого человека выразить а он услышать и сказать свое мнение тем лучше будет для самого дела вот этот потери информации в результате передачи его от одного другого человека если того чтобы снизить должно быть максимальное общение максимальная открытость третье конечно придумывать для него мотивационные схемы когда мы говорим сейчас про мотивационные схемы не дай бог кто-то сейчас услышал что это только деньги совершенно нет деньги это такой гигиенический фактор который естественно должен быть в отношениях между бизнес-партнерами или бизнес ну работник наниматель и работник но мотивация это про другое и и обязательно контролируй опять-таки прошу пройдя этот цикл там правильно набирай поставь правильно задачу мотивирую контролирую опять назад когда это опять расскажи что не так или как ты хочешь по-новому ля-ля-ля-ля-ля-ля и вот по кругу ходим но наверное это вот такой цикл управления которые я для себя принял и когда ко мне придет молодой из управлянцев и он говорит вот у меня что-то не получилось что в каком цикле разложить этих разложи проблему да на эти составляющие и пойми где-то не так не тот человек меняй ты может не рассказал мало встречались а рассказывай а может он не понимает зачем это делать мотивирует а ты проверил что он сделал правильно или нет дал подзатыльник или похвалил ну в общем все понятно слушай а вот многие считают что корпоративная культура это когда нет контроля вот корпоративная культура мы все за одном и вот команда побежали мы сейчас побежали еще придем как тебе умудряется вот как как ты умудряешься сделать так чтобы корпоративная культура с определенной степенью свободы и ответственностью человека было но в то же время жесткий контроль выполнение поставленных задач присутствовал но давайте все-таки что такое корпоративная культура как я это понимаю да это то что в некой среде людей принято делать что не принято делать свод правил да ну нет свод правил это уже следствие то есть это формализация корпоративной культуры есть что-то другое что шире среда среда это среда как в этой среде поступают и для того чтобы корпоративная культура существовала первого да ты все равно ты первый в этой корпоративной культуре если ты поступаешь так и не иначе и говоришь почему поступаешь значит так все приценивается люди работают в среде среде которую ты создаешь ты не можешь страница ты ни в коем случае но вернее даже отстраняясь отдел допустим если ты вышел из бизнеса это но те посылы которые таешь бизнесу через задачи через бюджетирование через стратегические цели через концентрация на миссии компании ты все время показываешь свое отношение к тому или иному делу через отношения к клиенту ты показываешь как должно быть потом это то что хорошо или плохо конечно после этого надо создавать и некие нормативы и правила то есть когда мы говорим о корпоративной культуре то значит вот это действие хорошее а это действие плохое где-то оно должно быть написано хорошее действие должно было сделано так так и но степень детализации наверное да я на ключевых показателей не всегда корпоративная культура доводит и очень важная составляющая что корпоративная культура не может жить в отрыве от самой корпорации но когда ты занимаешься какой-то работой то как раз вокруг этой работы вокруг этих бизнес целей вокруг этого валию который рождает компания и рождается корпоративная культура мне сложно это рассказывает допустим если я сейчас был сигаретчиком сказал там ну вот если вы курите сигареты то вы должны рассказывать о том что как это хорошо как где-то плохо что обычно наверное в кабинете у руководителя должна стоять пепельница лежать набор сигарет как как действие толкающее хотя это слабо относится корпоративной культуре потому что это бизнес да это бизнес но в данном случае является ли уважением к человеку если ты куришь в присутствии вот наверно если я бы занимался этим я говорил это культурно он будет воспринимать там приятные запахи табака и так далее и тому подобное мне сейчас все проще в общем я занимаюсь спортивным бизнесом бизнесом который построен на спорте и конечно как бы социально считается что спорт это всегда хорошо и мне связывать было корпоративную культуру внутри компании вокруг того бизнеса того валию которую мы делали вокруг нашей миссии а наша миссия высшей лиги звучит как мы несем энергетику спорта высших достижений в жизнь простых людей это она мне написано мы несем лучшее так как в спорте высших достижений мы делаем лучше всех как в спорте высших достижений но обращаемся к этим к нашей целевой аудитории которые ходят вокруг нас они должны чувствовать превосходство этого спорта обычные люди не только там профики которые выбегают и смотрим на них мы смотрим через телевизор мне легко было ну как бы на не то что легко мне было понятно как это выстраивать как говорить о клиенте как а вы видите перед собой клиента смотрите на него как на рональда вы предлагаете ему продукт но думайте о том как он будет ним только ходить думайте о том как он будет ходить особенно приятно в этом кроссовке потому что он ортопедически сделан под его стопу и так далее и тому подобное слушай классно занимаясь консультированием компании я для себя выявил некоторые знаешь проблемные зоны их всего пять мы с тобой вот по достаточно плотную подошли к первой это непонимание сотрудниками стратегии компании куда она идет это включает себя в том числе и разделение общих ценностей ты уже сказал что выравнивать людей по своим общим ценностям вы набирая людей по этим общим ценностям как ты пришел к тому что транслирование твоих внутренних ценностей людям это действительно важно но мы второе образование и бегли мы проходили историю с падением с потери информации помните там скалярная цепь она примерно при каждой передаче информации от 15 до 25 процентов если ты говоришь на одном и том же языке и рожден в одном и том же регионе теряется и когда ты ставишь задачу а ты хочешь в конце концов получить конечный результат нельзя просто махнуть рукой сказать туда вот ничего не произойдет то есть надо детализировать эту задачу и вот проявление собственных ценностей создание единых ценностей это то что позволяет от этих 25 процентов потери информации прийти к 15 из 15 прийти к 10 из 10 прийти к пяти наверное ниже меньше нельзя да все нельзя всех перекроить под себя но вот это вот понимание зачем а уже как там много средств которые придумалась часть часть прочитаны часть найдены на тренингах или на обучении очень важный момент ты сказал что любая любое действие с персоналом будь то транслирование стратегии разработка миссии это не просто атрибутика модная до полученная нами в бизнес школах это элемент повышение эффективности бизнеса в конечном счете это все приводит к увеличению прибыли ведь потери информации это значит повышение эффективности работы сотрудника сокращение потери информации повышение сотрудника эффективности его сколько из всего твоего рабочего времени ты инвестируешь в общение со своими руководителями с людьми для того чтобы рассказать о том как ты думаешь как ты ведешь себя что ты планируешь делать знаете какой-то момент я даже это замерял там будут луки смотря сколько у меня выделено было времени или сколько реально провел со своими коллегами сейчас кроме личных встреч конечно много происходит в виде переписок там мессенджерах или в письмах но я думаю что практически там 80 процентов точно это то это то что ты делаешь посыл или слушаешь или читаешь или пишешь для своих управленцев мы явите ничем не рулю у меня в руках нету я не подписываю платежки я не заказываю продукт я не продаю магазины даже их не арендую ничего не делаю вообще бездельник я общаюсь с людьми которые это делают для того чтобы они это делали качественно но мне приходится больше времени инвестировать как раз в это общение ну а какое-то время ты занимаешься самообразованием и создание основ для стратегии развития общение с клиентом общение с передовыми игроками рынка вот наверное такое 80-20 это соотношение мы назвали тему нашей передачи эффективность через вовлеченность получается передавая вот занимаясь вот этими вроде казалось бы не совсем характерными или мероприятиями рассказом о своем ценности встречи с людьми транслирование свое поведение ты повышаешь ты вовлекаешь вот этот первый слой своего управления в то чтобы они к максимально эффективно исполняли задачи то есть по большому счету мы можем сказать что все инструменты миссия стратегия ценности она необходима для того чтобы спрогнозировать модель поведения сотрудника такой чтобы тебе как собственнику хотелось бы чтобы она была наиболее эффективной то есть это прямая эффективность прямое воздействие на конечный результат как как быстро за эти 20 лет ты к этому пришел какие сложности у тебя были на этом пути внедрения ведь на самом деле миссия жена тоже не рождалась сразу и когда-то может кто-то испорил нужна ли вообще миссия компании линия пром но я бы не привязывался вот всем то что мы сейчас ты перечислил только к бизнесу допустим ты живешь в семье для того чтобы у вас было взаимопонимание в семье ведь тоже есть некие ценности миссии и так далее конечно не знаю армия идет участвует войне или это у них они тоже введены тем же самым все что ты перечислил связанных единый да вот это состояние группа людей достигающие одной и той же цели идут они в поход занимаются они производством или продажей или там участвует каком-нибудь в чем-нибудь как группа людей они у них все эти и те же правила ничего тут нового то нету есть акценты которые связаны но это только акценты долго ли быстро но повторяю я не мы вначале с тобой говорили о том что бизнес это очень длинный путь я считаю что нету вот того окончания пути совершенствования лидера на котором можно сказать ну все что я уже все знаю вот у меня все нормально то есть когда я сейчас сказал тебе цену этот свою миссию которую мы несем это то что я говорю уже на протяжении десятка лет я конечно совершенство переставляю слова там одно переназывают другим но это то что ты должен нести 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 да и доносить до каких-то вот вот первое собеседование начинаю каждый там связано с проведение спортивных мероприятий связано с с работой в рознице я говорю одно и то же конче концентрирую наше там выше лига однословие выше уровень и на людей как клиентов нету я думаю что еще я не нахожу на половине пути достижения этой цели алексей еще мне очень важен документ знаешь я когда разговариваю с собственниками например мы обсуждаем консалтинговый проект я говорю знаете для того чтобы ценности ваши три ценности которые вы разделяете и чтобы эти ценности люди ваши поверили в них во первых это долгий процесс это нужно время во вторых самая главная роль предстоит это вам и я иногда встречая у генеральных директоров и даже у собственников некое не понимаю как мне да мне некогда я но у меня есть более важные дела чем тут транслировать ценности какие-то и вот что бы ты сказал таким людям таким генеральным которые понимают на понимают что на самом деле инвестирование в культуру через транслировать ценности и есть их самая главная не понимание этого к чему может привести но мне кажется тут даже шаг назад на сделать у меня нет этой проблемы не из-за того что не напряжно ли он дух у меня столько времени не напряжно или столько времени есть на общение там донесение культуры я занимаюсь делом которое мне нравится иногда я шепотом говорю что я в общем то не хожу на работу потому что правда я получаю удовольствие от общения с людьми которые потребляют наш продукт я правда получают истинное удовольствие от тех когда смогу рассказывать людям как заниматься там бегом триатлоном или еще чем-то это правда истинное удовольствие да есть средства когда приходится работать над чем-то третьим искать деньги перед проводить переговоры или еще что то что немножко напрягает но когда ты знаешь что в конце то будет все равно это истинное удовольствие в общем то это все переживаешь я думаю что люди которые не сильно понимают зачем им нести вот это светлое в свои коллективы они не тем занимаются и может это не кайфово интересно то есть они не туда попали может им надо делать что-то другое тогда им будет делиться со своим персоналом своими мыслями своими действиями значительно приятней ведь правда когда ты делаешь рассказываешь про то что тебе нравится ты не ощущаешь это напряги в этом правда ведь платон еще говорят найдите работу которую вам по душе и вы не будете работать ни одного дня вот 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 для меня нету напряги может быть мне повезло вот так сложилось там детский спорт там это мечта об этом а кроссовках и которая реализовалась продажу этих кроссовок и в продаже использования этих кроссовок ну вот мне наверное повезло больше чем другим если я не знаю если бы я унитазы торговал как бы это было бы сложного наверно сложнее рассказывать о миссии но ты знаешь вот уже год мы фактически я изучаю проблему повышение эффективности людей через корпоративную культуру спикеры сидящие в твоем кресле генеральный директора и чар директора все говорили одно что успех внедрения корпоративной культуры зависит от того насколько первое лицо действительно инвестирует время в общение удивительно но большинство успешных компаний связывает с тем что лидер этой компании инвестирует свое время и понимает что раб общение с первым кругом лиц со своими подчиненными через онлайн через переписку через проведение каких-то ежемесячных мероприятий где он рассказ о том что происходит является важнейшим элементом управления вот я понимаю что это пришло к тебе вот там 20 лет назад когда ты организовал бизнес ты вряд ли задумался о серьезных ценностях там о миссии это приходит наверно точно также с уровнем развития бизнеса но сегодня наша российская экономика достаточно активная очень много знаний очень много информации мы все фактически там получаем 2 3 выше там какое-то обучение как тебе кажется все таки насколько важно чтобы человек работающий в компании четко понимала ради чего и куда создана эта компания я не специально вот знаешь не зря хожу по кругу этих всех вопросов заставить заставляет заставляя нас тобой посмотреть это с разных сторон вот это мне кажется базовые вещи которые создают фундамент движения компании к успеху ну ключевыми словами которые здесь можно сказать эффективность но мы приходим на работу для того чтобы потратив меньше усилия достигнуть большего результата и корпоративная культура это некая смазка вот смазка большой шестеренки в которой позволяет сделать эффективность при меньших затратах получить больше то есть можно работать без того что мы делаем без ценности плати больше и то есть трать на это больше если ты какой-нибудь монополист то возможно с корпоративной культурой там и не играются у тебя много энергии то ходит просто мне персонал там да не обязательно или плати больше или плати больше переплачивать так чтобы люди от тебя не уходили хотя при этом выходя плются на твою компанию да ну а что ты здесь сидишь да где же я еще столько заработаю эффективность это та штука которая вот является ключевым но она же ведь ключевое везде но не хочется приходить каждый вечер ругаться с семьей значит ты должен создать некое понимание чего тебе нравится чего нравится твоей супруге там твоим детям для того чтобы а что не нравится для того чтобы создать вот эту корпоративную семейную культуру абсолютно мне тут я не вижу в этой проблемы и когда ты говоришь об слове эффективность то тогда ты должен изучать эту историю учиться и учиться ну вот я сегодня уже коснулся скалярной цепи да это ты сталкиваешься у тебя растет сеть твоя ты понимаешь что твой продавец уже слабо понимает как это все происходит как же до него достучаться ну я рассказываю своему саму зам рассказывает нам своему саму сам рассказывает своему саму а продавец уже не поймет про что он речь да и как reality сократить начнула на делать порталы там значит надо делать какие-то мотивационные схемы значит надо вытаскивать продавцов выше значит надо спускаться ниже и это как раз повышение эффективность, когда ты осознаешь, зачем. Когда продавец сможет своему клиенту, нашему клиенту рассказывать то, как ты видишь это все выше, потому что мы сидим, все равно ты сидишь выше, ты видишь, как рынок себя ведет, какой ты должен быть на рынке, как быть лучшим. Для этого надо приближаться. Тут повторяю слово эффективность. Слава Богу, текущий момент, он позволяет нам контактировать с людьми всяческими интернетом, способами не только физически присутствовать, что, в общем-то, сложно оказаться постоянно оказываться в далеких магазинах, где трудозатратно, времени затратно оказаться. В общем, слово эффективность ключевая для того, чтобы люди понимали, надо им делать думать о корпоративной культуре, надо ли им думать о донесении собственных мыслей до людей или не стоит. Спасибо, отлично. Уважаемые радиослушатели, вы знаете, что я стараюсь максимально сделать практическую программу, чтобы вы задумались о том, что мы с вами здесь слышим. Итак, подведя маленький итог, решая главную задачу о том, чтобы каким фундаментом является ваша компания, о вашей стратегии, о вашей миссии. Если у вас не было времени задуматься об этом, задумайтесь. Если действительно, на самом деле, есть два варианта, я с Алексеем здесь абсолютно соглашусь. Или вы действительно открываетесь, вкладываетесь в людей, доносите свою информацию, свои ценности, видение о том, как лично вы делаете. Причем, как правильно мы в самом начале подметили, люди не слушают, что вы говорите. Они видят и оценят, как вы ведете себя, как вы действуете. И тогда вы получите вот эту эффективность, эту смазку. Можно без этого? Можно это не делать? Тогда вопрос денег. И, соответственно, как бы единственное, что будет удерживать людей в вашей компании, это только деньги или какая-то монополия, или страх. То есть культура построена на страхе. Отлично. Спасибо большое. Когда мы с тобой пили кофе буквально перед нашей программой, мне очень понравилась такая линия, на которую ты объяснил, что с одной стороны находится физкультура, это как бы процессно составляет, а с другой стороны спорт высоких достижений. Где-то посередине любительский спорт. И дальше ты мне рассказал интересный пример о цели полагания и о построении бизнеса вокруг этого. Если вернуться в компанию, вот как тебе помогает спорт выстраивать цели, быть самодисциплинированным? Понятно, что спорт и самодисциплина, наверное, одно и то же. Но как тебе это удается транслировать в компанию? Делать так, чтобы люди, даже, может быть, не все, но не все занимаются спортом. Нам бы хотелось, чтобы это делали, но они придерживались этой философии, были более самодисциплированы, ориентировались на цели. Как это удается сделать? Я, может, во вред себе сейчас скажу, что спортивный бизнес, он тот, который условно не надо рекламировать. Ну, не знаю, процентов 15 времени любой канал посвящает спорту. И в этом спорте, в том, что вы включаете, всегда есть состояние падения, состояние радости, состояние усердия, пот, усилия, награждения, гимн, флаг и так далее. То есть это сначала работа, которая приводит к эмоции. То есть получается, если вы разложите бизнес-процесс какой-либо, какой-либо, он совершенно такой же. Сначала обучись, сначала отработай, сначала дойди. Возможно, упадешь, возможно, набьешь шишки, но ты все равно должен пытаться залезть на этот пьедестал, увидеть, как поднимается твой флаг, и при этом понимать, что за спиной стоит еще этот чувак, который хочет тебя с пьедестала спихнуть, и тебе надо на нем, как царь горы, удержаться. В общем, в моем случае спорт и бизнес очень просты. То есть они совместны, они вообще параллельны-параллельны. Только вот в спорте есть такое звание, оно называется олимпийский чемпион, не бывает экс-олимпийский чемпион. А в бизнесе, к сожалению, экс-чемпионов слишком много. И ты каждый день можешь стать экс. Для того, чтобы не стать, надо все время ковыряться. Если подумать о коллективе теперь, то в общем-то ты должен говорить, мы спортивная компания, мы живем по принципам, как живет весь спорт. И когда они включают эту кнопку, и 15% времени каждого канала видят играющих футболистов, бегущих там бегунов, или плывущих, едущих биатлонистов, стреляющих, попадающих и так далее, они физически как бы могут транслировать это на себя. Но мне кажется, мы мало говорим, мы говорим сейчас о моральных вещах, которые безусловно должны поддержаны быть некими вещами, которые вот в спорте присутствуют и должны присутствовать в самой жизни. О чем ты сейчас? В бизнесе. Но, скажем так, есть вещи, которые, я не знаю, может быть реализованы в многих компаниях, спорт это вещь, которая всегда понятна. Вот вы хотите узнать сейчас, кто на каком месте в чемпионате соходишь в футболу, что ты видишь. Вот если зайдете в наш офис, вы сразу увидите большую таблицу, на которой написано, кто на этой неделе лидер в продажах. Прекрасно. И лидер в доходе. То есть ни у кого нету, я второй, я хочу быть первым, или я третий, хочу быть вторым. Он видит, какой бизнес, какой регион, какой категорийный менеджер находится на каком месте. Ну или, допустим, каждую неделю мы собираемся все вместе, весь офис. Это святые минуты, когда все приходят вместе, мы делимся информацией и вручаем тем лидерам победные кубки. Более того, даже... Раз в неделю? Раз в неделю обязательно. Это же такой небольшой период, и вы за это награждаете, да? Конечно, но это тот период, когда ты постоянно мотивируешь человеку, говоришь, ты лучший, ты молодец. Этот кубок переходящий? Он переходящий. То есть, в этой неделе он, а следующий... Да, их несколько кубков по разным категориям. Есть денежные выплаты моментальные за хорошие идеи. Ух ты! Да, вот мы встречаемся вместе и говорим, слушайте, а как бы вот все-таки это подправить? Как здесь снижить издержки? Как здесь повысить рентабельность? Как здесь увеличить продажи? Или что-то еще сделать? А у меня вот такое умничка. Реализуем. Реализуем или не реализуем? Вопрос второй. Но ты принес идею. Ты как в той команде, которая сидела и говорит, «А если мы так сыграем, то обыграем». Мы постараемся сразу на это мотивировать. Мы привязаны к спорту. И кто знает нашу компанию, второе лицо нашей компании является проведение спортивных мероприятий. Мы лидеры рынка Юга России, безусловно. Мы уже 13 лет... Вернее, все годы на существование компании мы проводим спортивные мероприятия. А 13 лет мы проводим беговые спортивные мероприятия. К нам принадлежат такие бренды, как «Сочи Автодром Полумарафон», как «Сочи Марафон», как «5 тысяч метров свыше лиги в Краснодаре». И еще много-много беговых там и других событий. Так вот, интересно, что сотрудники, работающие в офисе, занимающие совсем другими делами, логистикой, я не знаю, бухгалтерия, они в большом количестве своем участвуют в организации или проведении этих мероприятий. Это никак не связано с их основной работой? Это никак не связано с их основной. И не оплачивается? Нет, в каких-то случаях оплачивается эта проектная работа, если в ней есть в конце. Но количество людей, которые идут волонтерами, бигантское, волонтерами, то есть, ну вот совсем недавно был в Краснодаре забег, называется «Хардран», 50 километров, и был очень сильный ветер. Да, была проектная группа, это 24 число, выходной, 24 февраля, выходной. Я понимаю, что ветром будет ограждение, сдувать, как бы мы хорошо их не установили. Я пишу через WhatsApp, коллегам по офису, говорю, кто будет возможность, придите, поддержите. Поддержите, просто поддержать эти штуки. Поддержать, и физически просто их не хватит людей, волонтеров было много. Мне было, я сам бежал этот забег, и мне было очень приятно, пробегая и видя, как мои коллеги, которые совершенно не сопричастны в данном случае к этому забегу, держат эти. И они понимают, зачем. И вот эта сопричастность, это как раз касание с тем, что мы несем энергетику спорта высших достижений в жизнь простых людей. Кроме того, 6 июня, день рождения компании, у нас есть традиционный забег, который называется прокатись, дойди, добеги. Он всего 5 километров. Совершенно нет. Мини-мини-айрон-мен, да? Не, ну совсем уж не айрон-мен, такой пробежечка, в котором нет никаких обязательств, что ты должен делать, как ты должен быстро сделать. Ну, сделай. И это стали уже святыми днями, когда никто не пытается в этот момент взять справку или еще что-то. Было, у нас вряд ли столько времени есть, чтобы рассказать, как мы пришли к этому, потому что все же начиналось там 20 с лишним лет назад с традиционного. Сейчас этого нет. В принципе, никто не пытается, но вот это интересная история, как формируются действия, которые поддерживают первичную корпоративную культуру. Так что вот, ну еще, наверное, многое можно вспоминать. Стимулируется, естественно, участие людей в забегах или самопроявлением нашей компании. Ну, не знаю, скажу, что человек 15-20 в топ-менеджменте компании, те, которые бегают марафоны, десятки полумарафоны. У нас там много триатлетов, ну вот и я, и еще один мой замк, это айрмены. Ну, то есть, это спорт, он как бы приветствуется, он часто обсуждается. Вся атрибутика, которая оформляется, офис там или магазин, естественно, спортивная. Ну, вот эти вот ценности из телевизора перетягиваются в офис, из офиса перетягиваются в телевизор. Конечно, значительно сложнее спустить эти ценности до уровня магазина. Ну, допустим, у нас есть магазин в Рязани, вот 1200 километров от центрального офиса до Рязани, и он там один. Туда сложно дотянуться. И вот тогда вступают вещи, которые связаны с эффективностью. Мы стараемся, мы понимаем, что мы там могли бы быть лучше. И это гложет меня как сделать так, чтобы и в каждом удаленном магазине вот эта корпоративная культура присутствовала. Это прекрасно, когда система уже функционирует. Но зачастую 99% компаний, которые разработали ценности, которые для них важны, так и остаются на бумаге или на сайте. Ты знаешь, удивительная вещь, но когда проводишь тренинг и в результате там стратегической сессии приходишь к ценностям, говорят, о, какие у нас классные ценности. Так эти же ценности есть у вас на корпоративном сайте. Люди забывают о том, что они существуют. У тебя это все слаженная система. Какие простые рекомендации ты бы мог дать так, чтобы люди могли понять, что вот ценности нужно доносить. Вот эта важнейшая ситуация, состояние эффективности должно реализоваться через практические дела. Какие простые практические дела топ-менеджмент может делать для того, чтобы дотянуться до того крайнего человека, который стоит. Причем, удивительнее, не топ-менеджер, общается с клиентами, а рядовой сотрудник общается с клиентами. Как простроить это все? Ну, все равно от формализации, то есть от вещей, которые можно поставить как бизнес-процесс, до как мы это реализуем, некоторые вещи. Помните, бери правильных людей, рассказывай, как ты хочешь, мотивируй, контролируй и назад. Расскажу свой случай жизни. Я вообще такой человек, который старается структурно ко всему подойти. Иногда ты видишь, какое-то отклонение от правил. Я помню, как еще лет 10 назад это отклонение исправил, и от правил я фиксировал, приходил себе в кабинет, садился и начинал думать, как же сделать такой бизнес-процесс, внедрить такую процедуру, которая бы дошла до каждого человека и так далее. И вдруг на каком-то из тренингов мне кто-то сказал, смотрите, вот то, как вы ведете, это первое то, что, а, нет, нет, я прочитал такой принцип, сколько ребенка не учи, все равно на тебя похож будет. А принцип стопрудовый. И те, у кого дети уже выросли, они, наверное, или вы подумаете о своих родителях, вы поймете, что это так оно и есть. Я понял одну штуку. Главное, ты не проходи мимо недостатков. Вот ты идешь, смотришь, внутри магазина лежит фантик. Ты прошел, можно прийти в офис и написать менеджеру. Смотри, у тебя бумажки валяются, быстро поднять там и так далее. Подойди и подними его. Потому что, как только ты прошел мимо фантика, все поняли, что так можно делать. Придет уборщик, все уберет. Или закончится день, уберем. Если ты нагнулся и поднял, то все сразу посмотрели по сторонам, а где лежит фантик. Если ты увидел, что клиента неправильно обслуживают, прошел мимо, все, будь уверен, все остальные продавцы которые, они не делают себе отчета. Мы не делаем так отчета. То есть, когда мы видим, что лидеры вокруг нас поступают не так, мы не сознаемся, нам не надо об этом говорить, мы делаем так же. Почувствуем. Да, вот ты видишь, клиента неправильно обслуживают, и ты прошел, потому что у тебя что-то там впереди, что это у тебя встреча. А клиент, главный клиент наш, клиент это главный человек. У нас, мой коммерчески недавно сказал слова, после которых я его все время говорю, это он сказал такие слова. Он говорит, в компании есть ошибка, когда мы пишем в нашем, и так оно и есть, три ошибки вернее. Мы клиент, компания и коллега пишем всегда с большой буквы. То есть, когда мы говорим об этих людях, о клиенте, мы должны забыть, если вдруг тебя ждет кто-то там, который сейчас расскажет тебе какую-то приятность, и ты видишь, что неправильно обслуживают, остановись, обслужи, и ты будь уверен, что продавец продумает, почему босс остановился и сделал это. Он расскажет вечером своим, говорит, а смотрите, тут шнурок завязывал босс, а я так не завязывал. Это то, что повлияет на будущее. Проблема в том, что босс не может быть везде. Это значит, его поведение должно быть таким же, одинаково у всех руководителей. И потому формализация, рассылка процедуры, бизнес-процессы, это никто никогда не заменял. Но какие бы ни были формализации, вот ты когда сказал, они разработали ценности компании. Ценности компании разработать невозможно. Их можно зафиксировать. Как можно их разработать? Вот зафиксировать ценности, потому что они же из тебя... Я тебе расскажу пример, многие руководители нанимают консалтинговые компании, которые в результате разрабатывают для компании ценности. Но по-хорошему консалтер должен вытянуть ценности из компании и сказать, вот они. Не сказать, вот в компании, в которой есть ценность неуважения отношения к другим людям, или опаздывают, или что-то не исполняют свои обязанности, сказать, а вы должны исполнять свои обязанности. Это как бы уже детский сад. Оно не приживется. Оно не приживется, потому что надо выявить о другом. Вот смотрите, какая у вас есть ценность, вы доверяете. Ну допустим, у нас так получается, мы доверяем молодежи. Потому что такой бизнес, он всегда сейчас инновационный. Некоторые вещи, которые связаны с соцсетями, распространение информации, мы можем говорить умодные слова нетворкинг, но заканчиваются не на том, что мы вместе с кем-то пообедали. А приходит какой-то там парень молодой, который еще и жизни-то не видел, и никого не знает, а он говорит, а сейчас я скажу, напишу в соцсети, и тысячи человек все узнал. Да, у него там в инстаграме тысячи подписчиков. Да, ну мы конечно тоже сейчас сделаем вид, что мы продвинутые, но они это чувствуют лучше. Мы многие стараемся доверять молодым, вот то есть доверие молодым это ценность компании, это некий принцип, в то же время мы даем возможность, у нас есть правило такое, ты можешь ошибиться один раз, второй раз, значит ты дебил, пора с тобой расставаться, потому что ты должен делать выводы. Но право на ошибку есть, он должен просто научиться. Да, как ее, если ты делегировал человеку какую-то полномочие, ты должен понимать, что он может эту полномочию профукать. Важно, чтобы он в следующий раз воспринял эту информацию так, что в следующий раз не профукает. И тогда он тебе их через раз, через два уже принесет и вернет эти вложения, которые ты сделал в виде делегирования и доверия ему к неких материальных или каких-то моральных средств. Ну, суть, если подводить, мне кажется, нельзя разработать ценности, их можно только выявить и уточнить для того, чтобы легче было распространять. Супер, спасибо тебе большое. как ты себя мотивируешь, как ты при всем при том, что ты говоришь, ты любишь эту работу, но все равно, ведь когда-то бывают такие моменты, когда и тебе тяжеловато, когда и тебе чего-то не хочется. Как ты находишь в себе силы снова вставать и снова двигаться вперед? Я люблю, когда кручу велосипед на станке, особенно в зимнее время, а там длительные тренировки, смотреть какие-нибудь кино. Чаще всего мне нравится смотреть спортивное кино. Недавно я смотрел кино про Усейн Болт, который человек, который выиграл все, он великий, величайший. И тут у него третья Олимпиада, он говорит, его не хочу, ноги болят, там хочется выпить пиво, погулять, он такой веселый парень. И я кручу и думаю, вот это же проблема мотивации существует у всех. То есть у тех, которые уже купил машину, там, не знаю, дом есть, понимаешь, что завтра будет что кушать, там, и два раза в отпуск съездил. В общем, какая-то жизнь-то сложилась. Не хочется уже так, да. Но, и он рассказывает, говорит, и тут, смотрю, Болт рассказывает, смотрю, говорит, передачу, а у него он лечится в этот момент. И один из великих атлетов, говорит, слышите, Болт, да он сачкует откровенно, он сказал, что он болеет не потому, что он болеет, а потому что он боится нас. И Болт говорит, и я нашел свою мотивацию. Говорит, я понял, что я должен вернуться и сказать, кто здесь Болт. Я думаю, что есть масса способов у взрослых, сложившихся людей, которые знают, как себя взбодрить. И эти инструментарии, там, от просмотра фильма, прочтения какой-то книги, для меня всегда взбодрением является хорошая утренняя тренировка. То есть, ты можешь утром проснуться с мыслями, как же у меня не получается, как же у меня не, что же так не происходит. Сделал тренировку, ты понимаешь, подождите, но я один из миллиона, который сейчас пробежал, там, не знаю, 15 километров, и у меня это получилось, да, я уже на работе, так значит, работа получится, это тоже мотиватор, который, в моей жизни появились марафоны, триатлоны, после того, как, достаточно сложных времен, там, девятого года, помните, этот кризис был такой, очень похабный, по рознице, по фэшн ритейлу, он ударил очень сильно, и вот этот напряг, который со стороны, моральный напряг, со стороны работы, мне надо было чем-то взвесить, перевзвесить, с другой стороны, разбалансировать. Я начал увеличивать нагрузки, заявляться на марафоны, и я понял, что, заканчивая там, дистанцию в 42 километра, ты думаешь, я смог это? Да ладно, переживем, сможем. Ведь это же очень сильный физический стресс, это значит, тебе как-то удается сбалансировать эти два стресса? А, так они взаимосвязаны, то есть, это такая соматическая, вегетативная нервная система, но они завязаны, если ты так ведешь соматически, то есть, то оно влияет на вегетатику, оно так отрабатывает на тебя, и наоборот, то есть, через движение, через активность, через позитивность физическую, ты можешь влиять на свое моральное состояние, но вот для меня спорт, допустим, является гигантской таблеткой, которая позволяет как раз мотивировать себя на то, чтобы прийти на работу, ну, наверняка знаете анекдот, когда там, не хочется идти на работу, возьми журнал «Форс», полистай, что не нашел себя, иди на работу, краснодар богат знатными предпринимателями, и когда ты видишь людей, которые… Сергея Магницкий, Сергея Николаевича, допустим, встречаешь, ты думаешь, иди на работу, тебе еще рано думать об отдыхе, как он работает вдвойне. Спасибо тебе огромное, незаметно наш эфир подошел к концу, время закончилось, и я бы хотел задать тебе, Алексей, вот простой вопрос. Если бы тебя спросили, в чем секрет Алексея Пшеничного? Да в работе. В работе и понимании, что ты несовершенен. Спасибо тебе большое. Уважаемые радиослушатели, сегодня в нашей студии был замечательный человек, генеральный директор сети спортивных магазинов, высшая лига, которые несут спорт высоких достижений для простых людей. И самое главное, посыл, который я сегодня здесь услышал, это в том, что хотите быть эффективными, работайте для этого больше. Хотите быть эффективными, создавайте и делитесь своими ценностями. Хотите быть эффективными, делайте так, чтобы люди испытывали счастье, работая в вашей компании. Ну и, конечно, не забывайте про спорт, потому что спорт может вам помочь, достигнуть эти великие достижения. Большое вам спасибо, что были с нами. С вами был Роман Дусенко, «Бизнес-завтрак» на Радио Медиаметрикс. До встречи в следующую среду. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова